шалом друзья я исраиль парибский раввин блогер семейный консультант первую очередь сегодня я хочу снять эту раввинскую шляпу прошу вас ассистентка в чем дело я хочу поговорить о недостатках советов которые дают вам раввины или любые психологи и специалисты в отношениях почему нельзя послушать лекцию раскрученного специалиста в отношениях и скопировать то что он говорит тупо ваши отношения тут есть один нюанс это вы сами дело в том что вы сами уникальны и все общие советы к вам нужно применять с учетом вашей личной уникальности приду вам вот этот вот уже пример у нас есть мужчины да и есть женщины это если вы не смотрели предыдущее видео это идет речь о росте средний мужчина он чуть выше средней женщины и традиционные отношения они ориентированы на традиционных мужчин и традиционных смысле на среднего мужчину и среднюю женщину то есть мужчина в среднем немножко сильнее женщины таким образом скажем мужчина носит там же сумки да подносит женщине сумки это нормально потому что он сильнее но конкретно в ваших отношениях может по-другому может быть ваш Ваш мужчина находится вот здесь, а вы находитесь вот здесь. Таким образом, в принципе, мужчина в среднем сильнее, но ваш мужчина может быть слабее вас. Или ваша женщина сильнее вас. И тогда она может помочь вам поднести сумки. В этом, в принципе, нет ничего плохого. Хотя это не традиционно. Понимаете, о чем я говорю? В чем преимущество традиционных отношений? Преимущество традиционных отношений в том, что о них не нужно задумываться. Вы видите кругом вокруг себя с детства в культуре, вы видите отношения мужчин и женщин. И вы не задумываетесь, когда заходите, мужчина открывает женщине дверь, он это делает не задумываясь. А если, предположим, у них отношения равные? То есть не патриархат такой традиционный, а равные отношения, то, как сегодня модно. Да, что тогда происходит в этой ситуации? Идет мужчина, женщина открывать дверь или не открывать? Да, то есть открою ее, может это обидеть. Наоборот, не открою, а почему как бы я не открываю, что я не думаю, может тоже как бы как-то задеть. То есть любая ситуация такая простая, как просто пройти в дверь. Она уже вызывает конфликты. И все ситуации, получается, начинают вызывать микроконфликты. Это проблема на самом деле равных отношений. Да, потому что я знаю, что у меня дома на кухне полностью тотальный контроль и власть жены. Диктатура жены на кухне. Ну, потому что так это у нас традиционные отношения. Поэтому она, когда мне говорит купить два пакета молока, я просто иду и покупаю два пакета молока, я не задумываюсь. А я согласен с ней или я с ней не согласен? А если бы мы оба были равноправными хозяевами на кухне, то у нас такая простая процедура, как покупка пакета молока, вызывала бы какие-то обсуждения. А почему два и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, пример, прекрасный пример, это люди, которые одинаково хорошо пользуются двумя руками. Есть люди правши, есть люди левши, есть люди, у которых равноправие в руках. Они одинаково хорошо пользуются и правой, и левой рукой. Сюрприз в том, что такие люди выполняют простейшие задачи медленнее, чем правши или левши. Казалось бы, у тебя две руки, должно быть в два раза быстрее. Нет, потому что у них вопрос, какой рукой брать. У правши нет такого вопроса, у тебя берет правая, левша всегда берет левая. А люди, у которых равноправие, у них такой конфликт между руками. Конфликты, в принципе, это неплохо. Я давал два урока на тему того, какая польза и как правильно конфликтовать. Но нужно быть к этому готовыми. То есть, если у вас нетрадиционные отношения, вы в чем-то отклоняетесь к традиции, у вас постоянно в разных ситуациях будут возникать вопросики. И все ситуации заранее продумать нельзя, поэтому это будет всегда столкновение. Но с другой стороны, другая проблема, это если вы просто тупо копируете традицию, тупо копируете как надо и не ориентируетесь лично на себя. Знаете, как в том анекдоте приходит к Равину муж с женой разводиться. Равин говорит, а что вы разводиться решили? Уж хорошо у вас все. Она говорит, слушай, надоел мне, не могу больше. Мы с ней 15 лет женаты. Он за это время не подарил мне ни одного цветочка. Он говорит, слушай, так подари ей цветок, что тебе жалко? Он говорит, да все равно завянет. Говорит, ну один цветок, один цветок, ей просто будет приятно. Просто возьми, после работы приди и подари. Вот. И она что просит? Вот. И муж, ну, Равин сказал, надо делать. Берет цветок, приносит после работы. Жена открывает дверь. Боже ж ты мой, любимый, ненаглядный. Обнимается. У них прекрасный романтический вечер, ночь. И на утро, значит, они просыпаются. Как все-таки было хорошо. Хорошо, что вот послушали умного человека. Она ему говорит, слушай, а ты можешь сегодня опять цветочек мне принести? Он говорит, Равина, нужно слушать внимательно. Он сказал, один цветочек. Понимаете, о чем я говорю? Не нужно настолько внимательно слушать Равина. Не нужно просто тупо копировать. Нужно всегда это пытаться сориентировать на вашу личную ситуацию. Вы можете пользоваться традицией для улучшения своих отношений. Но традиция за вас не построит ваши отношения. Следите за нашими видео и наслаждайтесь отношениями.